Задача зависит от неравновесной температуры, поэтому мы не пишем Т, которая зависит от параметра неравновесия к СЕ и к СИИ, от объема В и от времени. Тогда полное производное равно, и теперь подробно, не перепутайте, запишите. После того, как мы сделаем, я за эту лекцию изложу всю вам основную тему. Понятно? Очень хороший, красивый материал. Нет, всё, время здесь. Здесь пол, конечно, СИИ. Сверхлая неравновесия. Сверхлая неравновесия. А здесь? Вы пишите, всё правильно. ДЕКСИЕ – это будет какая? Полная производная? Где? Вот ДЕКСИЕ – вот это, полная производная. А там частная опять, впереди слегка. КСИ – это не только от времени зависит от счета. Да, пишите дальше. ДЕКСИ – а что такое КСИИ напиши? Это внешний параметр. Не стерва внутреннего человека. Они ещё от времени зависит? Да. Ну да, всё. Плохо. ДЕКСИ – так, правильно. Я всё объяснил. ДЕКСИ – и последний слегка. Сверхлая неравновесия. Давайте введём обозначение, чтобы сократить время. ДЕКСИ – это изменение температуры. А вот это что? Какая величина? Там, смотрите. Это будет минус С. Вот это будет минус П. Здесь остаётся ДВ, ДТ. И вот это будет ЖЕ. Вот это будет ЖЕ со знаком минус, да? Да, здесь становится минус. Вот. Точно? И остальные обозначения напишите здесь. Итак, мы берём полную производную. Вот если бы была равновесная термодинамика, мы сколькими ограничились? Зависимостями. Ф – Т температура, В – и Т тоже нет. И взяли бы полную производную. И тогда бы мы получили равновесную термодинамику. А здесь мы предполагаем, что система находится в неравновесном состоянии, поэтому на всякий случай вводим неравновесную температуру. Ну, что это такое? Например, взлетает ракета, сопло. Одна температура где-то там, вторая температура. И они достаточно быстро меняются там, могут меняться. То есть можно ли понятие равновесной температуры ввести? Нет. Поэтому делаю так. Вы записали? Да. А почему как-то D к Си по ДТ так же, как минус к Си обозначили? Или там другая буква? Где? А вот в конце он D к Си по ДТ в конце вот. Нет, это Й. А, это Й. А, я понял. То есть температура в этом случае. Так, всё записано, правильно? И какое последнее уравнение? Всё не равно. ДФ по ДФТ равно минус тета. Мы будем написать уже такое. Здесь будет минус ЖЕ, ХЕ плюс ЖИ, ХИ и плюс Дельта будем писать. Дельта Ф не Си, потому что Си занято. Действительно, мне указали. Так, ребята. Можно трянуть, что это постоянное. То есть вот это уравнение всё переходит сюда. Всё? Спасибо. А Х вот эти, это точно так же, как у нас было? Что? Х, это внешняя сила, да? Так же? Х, да. Это внешняя сила. Это внутренняя сила. В учебнике это есть, но у меня подробно всё записано. Он может нам взять или я пришлю, а сегодня пошлю или завтра утром пошлю. То есть мы получили уравнение 1. Это и есть формальное выражение закона сохранения изменения свободной энергии для открытой системы. Давайте запишем следующее. Давайте запишем следующее. Что если в систему поступает некоторое количество энергии, а эта энергия в единицу времени, правильно? да? Умноженное это и ноль. Это поступает. То поступающая энергия идёт на организацию внутреннего неравновесного процесса в соответствии с каким принципом? Энергия вешается или не в раму. Часть энергии теряется в потере и накапливается в виде свободной энергии, накопления. Это есть не что иное, как закон сохранения, изменения энергии для неравновесных систем. На самом деле нельзя назвать законом сохранения. Свободная энергия должна тогда сохраняться. А она переходит во что? В внутреннюю энергию теряется, потери и так далее. Пример такой системы. Первое. Пример такой системы. Очень грубый трансформатор. Трансформатор. Поступает электрический ток. Согласны с этим? Да. Разность потенциала прикладывается. Здесь, под воздействием внешнего, в этом устройстве, техническом, во второй катушке течёт ток, если замкнул, и возникает разность потенциала. Логично? Да. И что ещё есть? Потери этой свободной энергии на что? На нагрев. На нагрев. На что? Записывайте. На звук. Отечественные трансформаторы. Плохая сталь у нас варится, в отличие от китайцев. У меня сосед снизу, по дому, как раз варит эту сталь. И они варили самую лучшую сталь, но китайцы их опередили. Зачем нужна эта сталь Пермалоева? Чтобы делать трансформаторы. Тогда КПД этих трансформаторов, что с этим будет? Он будет повышаться. Потери будут минимальные. А откуда звук-то берётся? От плохой сборки, от русских ручек. Кто собирал трансформаторы? Нет. Вроде как там всего лишь проводники. А там расширение валют. Зазворы есть. Плохие скрепления. А это же магнитное поле. Пластины что начинают делать? Гулять. А когда гуляют они по пространству, то возникает звук. Потерян звук. Ещё на что? Трансформатор нагревается. Да. И излучает по закону Стефана энергию. И много-много других всяких потерь. А сейчас вот мне непонятно, почему вот в уравнении у потерь только знак плюс, там же минус тоже. Где? Ну вот в ДФПДТ который. А как? ДФ. Вы же не выписали всё до конца. Минус. ДФПДТ. А здесь единица. В ответ. Здесь какой знак? Книжки. Книжки там минус. А? Книжки минус. Минус. Минус? Да. А здесь минус. А здесь плюс. Всё правильно? Да. Всё правильно? Я специально знаю что-то больше чем мы. Я специально записал уравнение в таком виде. На самом деле оно мне приснилось. Примерно. Когда я делал чемодан. На ноги. Или ещё что-то. Вот. А потом я начал сочинять теорию. Так как правило и бывает. То есть надо здесь минус поставить. Здесь плюс. Тогда у этого состояния есть стационарное состояние. Если правую часть приравняем нулю. Вот это. То, что входит. Идёт на организацию внутреннего процесса. И. Потери. В трансформаторе накапливается энергия. Свободная. В чём? В виде электромагнитного поля. Поэтому есть вот это. Накопление. Второе. Клетка. Клетка. Электронная? Электронная? Электронная клетка. Электронная. Что сажал по этим. Электронная клетка. У атомов подбирала и клетку посадила. Они тебе наградные взяли. Прикольно. Электронная клетка. В клетка и ее мембран поступает, например, поток протонов. Есть такие элементы биологические. Поток протонов ведет диффузия. Благодаря этому скапливаются здесь заряды на мембране. А это вызывает что в результате? То есть переходит вот эта деформация, этот диффузионный процесс, в сокращение клетки с определенным напряжением и величиной деформации. И часть этой энергии, что дело, теряется. К сожалению, она сократилась и все больше ничего с ней не происходит? Не, но она может колебания испытать. А за счет чего она обратно расширяется? А есть упругость вибраны? То есть на самом деле, хотя бы два потока здесь записали, и здесь два, но суммирование по всем потокам и силам. Дважды. Энштейнерский. Вот клетка. Понятно с клеткой? То есть это какая система? Открытая. Неравновесная. Один внешнее поле порождает внутреннее поле в соответствии с принципом Леш-Ателье Брауна. В состоянии равновесия F принимает F0. Минимальное значение. Температура тоже близка к равновесным. Итак, мы получили вот это уравнение 1. Это клетка. Теперь граммофон. Пластинки видели? Да. Игла. Напишите. Напишите мне, расскажите тогда. Вот игла, эллипс, идет по пластинке стрел плита. Идет по бороздкам. К концу верхней части иглы привязан пьезоэлектрик. Да, 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 мы знаем. Идет по бороздкам. Какие внешние силы? Плюс, минус. Идет по бороздкам. Деформируется пьезоэлектрик, а деформации возникает разность потенциала. Если замкнуть, то потечет ток, который усиливается в результате, мы слышим воспроизведение, произведение искусства, да? Что подается? Напряжение на кристалл. Сигма, это уже не то сигма. Напряжение и величина деформации. Это что, с характеристикой идет, буквы какой? Е? Ну, мы писали внешнее, внутреннее. А, ну да, внешнее. Внешнее. А во что переходит? В электрический ток. Теряется часть энергии. Конечно, конечно. Зачем чего? Ну, так трение же происходит у нас. Трение, а во вторых, за счет неупругих, деформаций пьезоэлектрика. А где свободная энергия накапливается? Ну, там дальше по цепи смотреть. Накапливается в упруго сжатом кристалле пьезоэлектрика. Пьезоэлектрика. Подходит эта система? Да. То есть, все эти рассуждения, задание на дом. Придумать другие системы, где можно ввести вот такие внешние и внутренние потоки. Давайте по-другому сделаем. Пьезо к кристаллу прикладываем разность потенциалов, и течет электрический ток. Во что это все превращается? В деформацию. Он деформируется, поэтому и с индексом Е связано что? Прикладываем ток, Жи, Е, и величина деформации, Эпсилот, это связано с ХЕ. А во что переходит? Ну, в сжатии как раз. Да, начинает кристалл гулять. Явление как называется? Магнито-стрипция. Магнито-стрипция. Достаточно примеров. Да. Это закон сохранения. Да, да. Закон сохранения. Сравните с первым началом термодинамики для равновесных систем. В равновесных есть потоки силы? Нету. ДУ плюс ПДВА. Здесь речь идет только о тепле. Поступающее в систему тепло идет на изменение внутренней энергии и на работу системы над внешним окружением. Поступающая в систему энергия, вот эта, которую мы обозначили вот так, минус до минус плюс, идет на увеличение свободной энергии и расходуется на образование внутреннего неравновесного процесса. Есть потери? Есть потери. Я прихожу к вам со своим потоком информации. Это дефицит информации. Во что это идет? У вас тоже формируются потоки информации с определенным дефицитом. Вы говорите, это мне нужно или не нужно знать. Потери, когда вы смотрите на соседку слева или справа, теряются информации и накапливаются в виде определенной ценности информации. Множество таких примеров можно придумать. Все понятно с законом сохранения. Второй закон. Второй закон термодинамики для открытий систем. Второй закон термодинамики для открытий систем. Давайте я это представлю в виде следующего. d лямбда f t Вот это будет уравнение 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Мы нашли знакоопределенную функцию λr, тогда условие устойчивости по литонову как будет выглядеть? λr с точкой будет меньше нуля. Было такое у нас на прошлой версии? Да, теорему это доказывали. Да, теорему литонов. То есть если вот это меньше нуля, да здесь знак минус, тогда для устойчивых по литонову процессов что происходит в центропии? Если меньше нуля, да здесь минус, она растет. Так и записываем. Потому что это очень важно. То есть... Можете здесь включить? Давайте. То есть энтропия растет. А энтропия это мера чего? Беспорядка. Если энтропия растет... Здрасте, мы очень рады вас видеть. Если энтропия растет, то в системе растет беспорядок. Это значит мы что доказали? Что рост беспорядка это очень устойчивый. Какой? Процесс? Устойчивый. Ну не убираем мы на столе своими книжки, письма на французском языке или на немецком, если вы философ. На китайском? Да. И все это изменяется, увеличивается беспорядок. И это какой процесс? Устойчивый по литонову. Поэтому что можно сформулировать для изолированных систем? Ведем понятие изолированных систем. Система будет изолированной, когда сигма Е чему будет равно? Так, нулю. Нулю. И тогда получается, что сигма Е... Просто изменение энтропии. Изменение энтропии растет. То есть в изолированных системах энтропия растет. Помните закон? Да. Вы сдавали. Второй закон. Для каких мы сформулировали систем? Для открытых. А, нет, изолированных, правильно. А вы не повторяйте. Вот. Я могу перепутать в 5 часов вечера. Да. Тем более я с четырех работаю сегодня. Всего за компьютером. Нет, темочки, спорите. Вы давайте. Ага. 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 Вот. То есть для изолированных систем энтропия растет. Что нам для этого понадобилось? В свободном, то есть в равновесии термодинамический потенциал принимает минимальное значение. Тогда можно организовать лямбра, знаку постоянную, да? Дальше. Дальше. Образуется внутренний неравновесный процесс ЖИ и ИКСИ в соответствии с каким принципом? Леш-Ателье Брауна. И третий. Это устойчивость полипунов. И мы показали с вами, что система, чем характерна устойчивость полипунов? Она осуществляется на бесконечном интервале времени. Это запишите. Итак, энтропия изолированных систем растет. Поэтому, если вы ограничите свой ум от поступления информации, ограничите себя во всем, запрете себя в керри с таким окошечком, то что будет там делаться? Как? Беспорядок в голове и во всем этом деле будет расти. А в открытых системах, тоже записывайте, в открытых системах энтропия может как увеличиваться, так и уменьшаться. Все зависит от соотношения знаков. Сигма Е, сигма Е. Как вы быстро включились? Включим. Процесс. Так вы же рассказываете о Таилове. В смысле того, что в изолированных систем растет. Ну мы это сейчас заказали. Вот чего вам не хватало на четвертом курсе? Это доказательство второго закона термодинамики для изолированных и открытых систем. Чувствуете, да? А на самом деле все очень просто. Я однажды читал для первокурсников и свободная лекция получилась. Они говорят, Геннадий Павлович, давайте неравновесную термодинамику. Я им прочитал, 6 человек сдал, а просто блестяще. Вот то, что я им говорил. Потому что все доказывается, все строго. Исходные принципы, определения. Ну на любителя. Мне это нравится, им понравилось. Вам не знаю как. Может и не понравилось. Итак. Теперь. В открытых системах игра знаков сигма-Е и сигма-И, если не записано, может дать отрицательное значение. Или положительное. Задача вам насмекала. Докажите, что там, где образовался в атмосфере вихрь, вихрь, Та система неустойчива по липунгу. Задача. Доказать, что если в атмосфере образовался вихрь, Что такое вихрь? Организация. Закрутка воздуха. Да. У Леонардо да Винчи есть такой рисунок. Поток водяной набегает на угол. И там срываются вихри. И такие красивые, красивые вихри он нарисовал. Причем каскад удвоения он нарисовал. Почти что математику можно было математические соотношения строить. По рисунку этого великого человека. Вот, что значит точное наблюдение над природой. Как доказывать? У кого какие предложения? Винчи, он же не только художником был. Он же не только художником был. Вертолет изобрел. Монолизу написал, да? Он? Он мастер на все руки был. Мастер был на все руки. Но он математику знал. Для того времени. Ну это понятно. Ну что, как доказать? Когда сдаетесь? Когда сдаетесь? Сейчас? Ну подумайте еще полминута. А вы натолкните нас на эту мысль? Ну просто сообразить надо. Когда вихрь, это упорядоченность. Когда упорядоченность, там энтропия, скорость изменения энтропии будет какой? Отрицательной. То есть энтропия падает. Вот. Тогда из уравнения 2 следует, если скобка имеет знак минус, а перед Т стоит знак тоже минус, то будет знак плюс. Тогда лямбда будет больше нуля, и д лямбда по ДТ будет больше нуля. А эта система неустойчивая. Поле полминута. Красиво? Красиво. Попробуйте записать. Подумайте. Итак, там, где идут процессы самоорганизации, выражение в скобках ДС по ДТ, там меньше нуля. Перед скобкой, перед Т стоит минус. Значит, будет какой знак? Плюс. Плюс. Д лямбда по ДТ будет какой знак? Какой знак будет? Положительный. Положительный. Больше нуля. И лямбда больше нуля. Соответствует теория Липунова? Нет, не соответствует. Это процесс неустойчив по Липунову. Всем понятно? То есть, что можно сказать? В открытых системах имеет место как рост энтропии, так и ее уменьшение. Но там, где есть самоорганизация, это неустойчивый процесс. Это хрупкий процесс. Вы навели порядок на столе, поставили статуэтки. Пуанкаре, все пришел у вас младший братишка и все это перемешал. И все разрушил. И это будет какой процесс? Что устойчиво это когда все рушится, исчезает. Пуанкаре, когда обвинял Больцмана в том, что он неправильно доказал свою вашу теорему. Так вот, Пуанкаре, Больцман доказывал теорему для изолированных систем. А что такое изолированное, открытое, Пуанкаре не понимал. Математики вообще это плохо понимают. Я вам примеры показал открытых систем, где можно ввести внешние потоки и внутренние. Причем даже поменять местами. Так вот, оказывается, что энтропия в этих системах может как повышаться, так и уменьшаться. Но там, где энтропия повышается, это устойчиво по новому процессу. Там, где она уменьшается при самоорганизации, там энтропии будет меньше. Вот представьте, что это торнадо. Вот есть зона, где это все крутится. Есть четкая граница. Как ведет себя полное изменение энтропии? Нарисуйте торнадо. Ну, хотя бы грубо так. Верхушку. Определенная область, например, 500 метров или километров вверху. Четкая граница. На границе С с точкой должно равняться нулю. За пределами торнадо С с точкой будет что? Нет, больше нуля. Энтропия там растет. А в самом торнадо? Уменьшается. Упорядочивается. Уменьшается. Причем такой порядок, как я говорил, что когда находят на американскую ферму торнадо, рассказывают и приводятся в интернете, попало это все в курятник. И часть курицы, казалось, выдернуты все перья. Почему? А вот настолько четкая была граница. Здесь покоилась, а здесь ощипывала кур. Наполовину, если она попадала. Второй случай, рассказывает, торнадо надвигался на дом фермерский. Ну, представьте, американские дома. Картонные. Да, картонные дома. Фанерные дома. Значит, разрушило первую комнату полностью. Жуткий ветер, жуткая скорость под 300 метров в секунду. А в соседней комнате лежали цветы на подоконнике. Они даже не шелохнулись. Вот такая граница. И что на этой границе делается? С точкой равняется 0. Все ясно? Вот для чего это нужно. Нужно это. То есть я вам попробовал доказать на феноменологическом уровне. Без стат физики. Вот это все. Потому что термодинамика – это феноменологическая наука. И как таковую статистическую физику я вообще не признаю. Ну не говорите это вашим лицом. Почему? А есть теория хаотических систем. Чем отличается стат физика? То есть что такое стат физика? Она на какой теории построена? Стат физика построена на теории вероятностей. Значит там предшествующие события не определяют последующие. Там каждое событие – это случайное. Согласитесь? Но вы пойдите на рынок играть в доллары, на форексы. Вы что думаете, это случайное событие с курсом валюты? Конечно нет. Вы посмотрите, а что было две недели назад? А три недели назад? То есть там другие процессы. Хаотические. А в хаотических процессах каждое последующее зависит от предыдущего. Как жизнь. Я пошел домой. Расстроены, студенты не пришли. Я переживаю. Дай Бог, что я хорошо доехал на своей машине сегодня. С моими переживаниями. То есть каждое последующее зависит от предыдущего. И это теория хаоса, которая пределана к синергетике. И я вам ее тоже буду рассказывать. Все ясно. Итак, мы разобрали два фундаментальных закона. Осталось в уме? Сколько у нас минуты осталось? Вообще до конца. О, 35 минут до конца. Еще 35, да? Ну отдохните минутку, задайте вопросы. И я еще... Я не рисую синусоиду, видите? Да. Зачем это нужно? Если бы человек шагал на синусоиде, вот так. То он бы упал. Я утверждаю. А здесь, если я запнулся, то много степеней свободы на уровне подсознания выскочит и выправит мое положение. Сознание через голову выправит мое положение. А как вы думаете, у инвалида, у которого рана в ноге, по какой синусоиде он шагает? Более употреблено. Оказывается, очень сложный процесс. Вот это связано с забыванием начальных условий, хаотических движений. То есть, если я поднимаю ногу и иду, и если у меня забываются начальные условия, где, то почему я падаю? Я поднял ногу и не знаю, что дальше делать. Подсознание отключено, я падаю. Но я не хочу падать. Какое-то исследование? Нет, а я говорю, надо какие-то исследования провести. Вот я не верю, что вот так человек. А пока это всё-то реально кто-то исследовал? И вообще как это? Принесу, пока смотрю. Это же Нобелевская премия, наверное, была за это. Почему? Нет. Мы это в зурнале опубликовали, все признали. Это экспериментальные или теоретические исследования? Да, да. Какие? Экспериментальные. С помощью чего вы это фиксировали? А по эксперименту мы подбирали для каждого инвалида, шагающего в норме, свои моды. Одно дело шагает солдатик, а другое дело инвалия. Это хаотический бюджет. Спрашивается, насколько устойчив. Ладно, об этом мы будем говорить. Устойчивость систем, термодинамических систем. Это какой будет закон? Третий. Устойчивость термодинамических систем. Это я сделал экскурс. Теорию хаоса. Помогал в Сат-Визис. Что? Сочетай. 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 На самом деле это все предметы интересные, но в наше время строить теорию нужно не в рамках канона статистической физики, а в рамках какой теории? Детерминированного хаоса. В рамках теории. Итак, уравнение 2. Записали тему. Я продифференцирую по времени. И представлю, вынесу последнее слагаемое влево и представлю в виде вот такого уравнения. У кого книжка есть? Найдите теорему предложения. У кого теорема? Теорема предложена. Страница 30. Кто прочитает теорему? Мне читать. Я достаточно ленивый теоретик, чтобы речную работу не ленивала. Тогда можно что-то еще придумать. 33-я теорема предложена для линейных неравновесных систем. Пригожий в 1947 сформулировал. Все, что я вам сейчас говорю, без математики. Это объяснил Пригожий. И в 1977 году он за это получил Нобелевскую прибыль. Потому что со времен Гольцмана и по Анкаре поняли, что на самом деле все замечательно. В открытых системах может как расти, так и уменьшаться беспорядок. Но работает свойство хрупкости. Все, что самоорганизовано, структуры, они очень устойчивые, но они и хрупкие. Стоит изменить параметры системы и они разрушатся. Все ясно. И он сформулировал следующую теорему. Обязательно переписать надо. Временная эволюция в системе, при заданных постоянных граничных условиях, происходит так, что производство энтропии в системе стремится убывать. И достигает минимального положительного значения в стационарном состоянии несимпативной системы. И какая формула там идет? Один восемнадцать. То же самое. Меньше. Поравняем целую. Можете доказать? Если продифференцируете уравнение А2, забыв сам его в форме третьей. Что такое постоянные граничные условия? Сигма Е. Обносится? Со временем. Внешний. Ну да. На границе. Сигма Е. Тогда. Эта сладаемая. Ноль. Лямбда f. Лямбда f. Больше нуля. Лямбда f с точкой меньше нуля. И лямбда с двумя точками f. Т. Какой будет функция? По выпуклых и вогнутых функциях. Ввести. Мат анализ. Хорошо. Это две точки. Положительные? Больше нуля? Это будет больше нуля. Если это больше нуля, то здесь знак минус. И мы что получаем? Дсигма Е по дт будет меньше нуля. То есть, вы пишите, какие функции здесь являются функциями Липунова. Первая функция этого в данном. Помимо тех, что мы говорили, это функция Липунова. Но это тоже функция Липунова. Можно было из теоремы Липунова. Если для уравнения возмущенного движения вы нашли зато постоянную функцию такую, что она имеет один знак, то ее производность для устойчивого полифонового процесса будет иметь какой-то другой знак. То есть, двойное доказательство сделано. И на экзамен этих зачетов я требую без лишних слов логичного мышления. Что дано? Откуда что идет? Какие определения? И что мы в результате получаем? То есть, если лямбда больше нуля, а лямбда с точкой меньше нуля, то вот тот. Там, где есть вихрь, там самоорганизация, там уменьшается энтропия, она уменьшается. Значит, да лямбда по ДТ будет больше нуля, лямбда больше нуля, это система неустойчивой функции. Понятно, это нужно даже не мне. Потому что физики, не математики, они забыли доказательства теорем, красоту биометрии. И вы теоремы никогда не доказываете, как правило. Правильно? Не доказываю. А я вас буду приучать к доказательству. Эти мысления естественника отличаются от мышления гуманитара. Так? Записали? Да. Зачем нужна эта теорема? Для определения устойчивости. Если производство энтропии имеет квадратичную формулу, не обязательно это сигма и, то при отклонении некоторых от равновесия, выйдя из этого, система стремится к чему? К стационарному, минимальному значению производства энтропии. А это достигается в стационарной задаче. Тогда это движение является устойчивым, по-любому. В реальных системах, вне линии, сигма и имеет такой вид. Там появляется еще один экстремум. Например, если мы попытаемся описать заболевшего человека. Это состояние нормы, согласитесь? Нормы. Но если сильно отклонить, состояние попадет в эту нишу. Возникает хроническое заболевание. Если медикаментозно или как-то не выводить из этого состояния, то возникает хроническое заболевание. Однажды Морчук Гури Иванович, я его знаю, академия из Новосибирска, директора Сибирского отделения академии, с Бамбуровой, они написали книгу по заболеваниям пневмонии. В основу положено вот этот график, параболу. И был такой семинар. И один врач, не зная математики, им сказал, Гури Иванович, ваш больной никогда не умрет. А в реальной жизни люди умирают иногда, к сожалению. То есть ваша модель линейная, она при заболеваниях не работает. Теорема Пригожина работает только для линейных систем. Там, где получает парабола. А для нелинейных систем, у которых Сигма И, это потенциал в книге «Физики Сутик» 65-го года, называется «Потенциал». Ну, это Ландау, на самом деле, потенциал. Это потенциал с лицом Жени Лившицев. Лившицев, которая с Ландау работала. Это нелинейная задача. Все ясно, да? Итак, сколько мы законов изучили? Но нам ничего-то еще не хватает. Четверто. Если бы были очень блестящего ума, вот, и если бы я был очень блестящего ума, и слушал такую лекцию, но я вряд ли бы придумал раньше, то я бы сказал, это для каких систем термодинамические? Есть заселенность уровней нижнего уровня, а есть заселенность верхнего уровня. По уровня энергии, что ли, электрону говорите? Что? Про какие уровни энергии? Лазерные системы. Ну, на качество блазера. Слышали такое? Ну, это как это, частное? То есть, это не общее определение? Нет, да. Верхний уровень, нижний уровень. Здесь, F0. мы получаем наше известное выражение для лямбда ПДТ минус К Сигма Е плюс Сигма И. Вот. Равно минус. Для верхнего уровня Энергия Энергия принимает максимальное значение и выполняется уравнение Сигма Е плюс Сигма И. А там ниже тоже Сигма Е плюс Сигма И. Что? Вот для нижнего уровня там Т умножить на скобку С нулевое? Нет, вот правее. Да, вот здесь. Ну, я не аккуратно. То же самое, что вверху? То же самое. Плюс Сигма И. Для нижнего уровня. А вот для верхнего выполняется здесь. Я вас спрашиваю. Лазерная система обычная, накачка верхнего уровня. Идут неравновесные процессы. Для нижнего выполняется второй закон термодинамики. А что выполняется до верхнего уровня? Выполняется ли второй закон термодинамики? Сколько минут осталось? Десять. А? Десять. Десять. Ну что, кто может сразу? Десять. А там же у нас условие, это не выполняется, что свободная энергия минимальная? Не выполняется. Вот. Поэтому нельзя. Поэтому функция липунова какая? Лямбда F пиши. Какое имеет значение? Лямбда F равно F минус F нулевое, будет меньше нуля. Да. Да. Ничего. Да. То есть, лямбда меньше нуля, значит, д лямбда по ДТ меньше нуля? Да. Больше нуля. Другой знак имеют. И тогда здесь, коли я написал со знаком плюс перед Т, а здесь минус, то это равносильно тому, что выполняется второй закон термодинамики для изолированных и открытых систем. Красиво? Да. Таким образом, тут может быть рассмотрена термодинамика систем с различными уровнями, в виде ином функции липунова. Конечно, нужны помощники. Я сейчас делаю, сидел три дня, записывал функции липунова для электромагнитного поля, для уравнения Максвелла. Интересно, сделать термодинамику для уравнения Максвелла. Сколько уравнений у этих лет? Это 1860 год. Максвелл их, как обобщение написал закону Фарадея, там и прочее, его очень били, его очень ругались, сказали, что это не надо было. Потом вдруг стали проверять, оказывается, им выполняется уравнение Максвелла. А вот термодинамики до сих пор нет. А это значит, что мы не можем включить потери, если нет термодинамики. И сразу возникает вопрос, а содержит ли уравнение Максвелла вот это дельта. Или Ф, или У. Понятен вопрос? Ну, я думаю, у нас руки дойдут, и я вам эту теорию бы изложил. Чтобы вы были совершенно подкованными людьми. Как работает теория? Исходные принципы. Дальше. Формальный аппарат. Получаем следствие. И все описывает замечательно для нижнего уровня. Находится подросток, студент, который говорит, А вот есть система с отрицательной температурой. Там свободная энергия принимает максимальное значение. И вы должны вернуться к исходному. Получить на нижнего уровня вот эту формулу, да? Для верхнего, видите, без знака. Лауреат государственной премии базаров МДУ термодинамики Курска. У него есть глава. Система с отрицательными температурами. Вот система с отрицательными температурами по базару. Это вот с верхней заселенностью уровня. Но он там пишет, что температуру надо изменить на противоположный знак. Если здесь, ну это я уже применительно к своим вещам говорю, что если температура положительная для нижнего уровня, то он утверждает, что для верхнего температура меняет знак. То есть в соответствии с этим в моих уравнениях появляется что? Там плюс, да? Но нельзя ее называть отрицательной температурой. Просто рассматривается плоскость, где энергия может принимать высшее значение, верхний уровень, и нижние значения. Для нижнего термодинамику мы с вами создали сегодня, с учетом этих принципов. Но встретили противоречия, вернулись к исходному принципу и сказали, мы рассматриваем, что? Вначале мы рассматриваем систему с заселенностью нижнего уровня энергии. Тогда я потом возвращаюсь, встретив противоречия в исходное, и я говорю, а вот для системы с верхнего уровня заселенности я должен получить, вероятно, тоже термодинамику какую-то. Но весь вопрос в том, работает ли второй закон первого уровня. Вопросы? Ну что, я изложил за лекцию всю термодинамику, кроме первичных принципов. И по минимуму формул. А? И по минимуму формул. По минимуму формул, да. Поэтому мне не хотелось портить впечатление. Я попросил записать формулу вас. Начало, вывод. Но с ошибкой мне не хотелось. Я могу и без формул рассказывать. Я лучше сформулирую. Лучше сформулирую. Это теоретика лучше сформулирую. Как говорить надо? Однажды я выступал в ЦАГе. Был большой зал. 900 человек сидело в 90-х годах. Ну надо было заставить слушателей слушать. Ну я был уже достаточно опытным. Преподаватель был. Убрали газеты, книжки. Руки с коленок, прошу прощения. И смотрели на то, что я им рассказывал. Нормально пришло. То есть это, конечно, интересно. Ладно. Вы меня простили? За что? За больности. Все хорошо. Нам еще очень нравится все. Что? Спасибо. 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 Спасибо.